ну что друзья подразделись мы немножко с засилием кабелей да на канале алекс дозор и появилась у нас место для гитары для пингвинчика и это вообще вот круто сегодня мы поговорим с вами о night cc кей супер цуан этот цвет морской волны или бирюзовый или вообще просто как голубой переводится но ребятушечки и фигушечки зеленый честно говоря вот такой вот просто даже даже немножко темно-зеленый мне кажется что цвету морской волны он немножко посветлее ну будем даже бирюзовым как-то так вот я специально только что смотрел читал за свет такой интересный цуан вот теперь узнал для себя что-то новое благодаря аудио аудио приблуде скажем так вот благодаря артему майстренко этот кабель появился на столе также наушники по 9 все это уже буквально завтра послезавтра к нему уедет домой уехала наверно давным-давно а серия обзоров продолжает выходить вот и еще у меня вот здесь вот есть а у аудио помните вот этот вот кабель всю дорогу тут валяется пока идет серия этих вот обзоров и ждет чего-то этот кабель как раз благодаря вячеславу вику пришел на мой канал пришел в мои пенаты вот вы сейчас можете видеть людей благодаря которым вообще возможны возможен конкретно этот обзор это два спонсора канала это ярослава андреевский который помогает донатами на пересылку постоянными донатами постоянно помогает на пересылку за что ему большое спасибо ну и разумеется артем с викам тоже как бы в этом списке остальные друзья канала вы можете найти этот список которыми тоже люди которым я очень благодарен в описании к этому ролику там же будет ссылка на этот кабель стоит он в районе 500 гривен что-то там 13 долларов не всегда есть иногда пропадает иногда попадается иногда выскакивает по ценам дороже но вот артем его там за 550 по моему купил сейчас он так и стоит какая ссылка будет стоять на момент выхода этого ролика ну там где будет самая дешевая цена понятное дело вот так же инста где можно найти фотки подробные этого кабеля в красивом там антураже всего все вот эти вот вещи facebook пару чатиков телеги и мой телеграм-канал аудио где можно взять что-то после моих обзоров прикупить а я обязательно помогу с выбором проконсультирую буду всячески содействовать и помогать кто с харькова тем вообще и ко мне приезжают мы под чаек там что-то слушаем что-то выбирают у меня если что обращайтесь вы поможете мне приобрести скажем так и новые образцы для канала почти тот же донат но только после этого доната вы еще останетесь с какими-нибудь хорошими наушниками так что спасибо большое кто кто ко мне всем кто ко мне обращается и друзья вот же шишу лежит алекс дозор я закончу этим кабелем всю серию обзоров а следующий обзор я как раз сниму на вот этот вот алло аудио было предложение взять кабель за тысячу гривен и сравнить с вот этим вот кабелем от алло аудио за тысячу подходящего кабеля я не нашел смотрите здесь просто три с половиной но я нашел за полторушку вот такой вот ксинж 5 н монокристаллическая медь вроде как где-то там еще какой-то позолоченный вот возьму его возьму комплектный кабель с по 9 и посмотрю на этих же трех наушниках все это дело и посмотрю это у меня light гармоник мера это тин хай фай п 1 плюс и собственно они любимцы публики или мои любимцы по 9 от фио слушал я на филку 3 также специально заморочился сначала прослушал на хайбике но результаты чуть-чуть выглядят по-другому на хайбике сейчас об этом скажу это хайби r6 про 2 вот потом взял прослушал сделал тоже самое все всю прослушку поменял на каждом каждые наушники на каждых наушниках поменял кабель один из этих трех вот эти два кабель кабеля использовались для сравнения этот как референсный это как вот тот вот голубенький от юнию вот один в один по звуку вот такой вот пурпур от ксинж 24 жильный очень похожи там вообще три кабеля очень похожий и нищен восьми жильный red silver а вот это 16 жильный red silver и он у нас вообще там на на 13 аж месте находятся это грубо говоря вот второе место после того как мы там погрузили вот этот вот мощный голубой кабель действительно который голубой вот это вот все дело отодвинулась конечно немножечко вниз ну даже даже 3 там еще был от на ищите сетей тоже пурпур сито по моему рукава проводник был по моему так давно это уже было вот вот он был на первом месте все теперь давайте я буду делиться своим опытом прослушивания к этому моменту и подошли короче я беру я хайбик ставлю сначала вот этот кабель 100 люмера а видите какие наушники подобрал динамические магнитопланарные настоящие за динамо никаких там квадратов и спаде приплюснутых именно из-за динамические и чисто арматурные вот со сбалансированным якорем наушники из общей три разненных вообще абсолютно разных излучателя вот было интересно их прослушать по несколько раз я их и оставлю для прослушивания вот это вот кабеля алло аудио сейчас закончу с этим обзором сразу буду приступать чтобы была возможность отправить артему сразу буду приступать к прослушиванию алло аудио и так друзья смотрите ставлю я меру ставлю на этом кабеля кстати если помните вот эти вот наушники такие ой наушники амбушюрки такие латексные как круто я уже говорил в их обзоре но еще раз повторю как они к мире подошли такая сумасшедшая синергия к мире очень сложно подобрать наушники какие-то и зовут такого звуковода с ним все обычно сползают слазят или как как-то не так сидят вот это вот вообще ну самые идеальные к мире наушники если ой амбушюры если кто если кому вдруг интересно если кто вдруг подзабыл этот обзор посмотрите обязательно это латексные амбушюры как-то там и аж 850 по моему вот ну если что в плейлисте аудио аксессуары вы там всегда найдете эти все обзоры и так оставлю я и тут вот как бы широко светло а это что я делаю на хайбике ставлю этот кабель давайте его будем звать морской волной ставлю морскую волну и она мощнее напористее скрадывается детальность моментально приходит такая мощь приходит вес вы че не так проработаны нету таких у найти ярких рассыпчатых лучи но зато мальчаток и опрет все ближе пододвинулась сцена ближе образы крупнее насыщение вроде больше какое-то вот обертональная а ну как-то нету нету вот детали нету панорамы нету размаха ну в сравнении с вот этим кабелем нету чувства полета и поэтому ну не не годится скажем так вот как бы ну мне вот этот больше нравится я люблю было особенно на динамических наушниках ладно но про пробую вот этот вот кабель в сравнении и вроде как вроде как вот этот морская волна мне так заходит то ли веселее то ли как-то мощнее то ли объемней а так вроде как и одинаково тут точно так же как вот этот 16 жильный red silver красно-серебряный вот ну ладно то есть вроде вот он мне больше нравится вот волна чем и атаку это смотрю ну да такое сечение проводника побольше материала вроде бы как больше сразу меня такое вот мнение начинается ну думаю да поэтому и лучше звучит кстати а состоит этот кабель из но опять таки вот это вот этот же прием 7n очищенная медь плюс просто из серебряного сплава лиц hi-fi не знаю что это за серебряный сплав то есть какая-то капля сюда попала вот 7n очищенная остальное какой-то вот серебряный сплав ну не знаю я живу так так как бы вот эти вот все ходы лишь бы написать цифру 7n чтоб люди сразу ага 500 гривен 7n 13 долларов там полетели брать ну извините как бы не всегда это работает читайте дальше мелкими буквами приписка какой-то мутный серебряный сплав тоже как бы очищенный без кислородный но на этом все и вот как как-то он такой помощнее по объемности это на хайбеке это на хайбер 6 pro 2 и ну я такой думаю наверное поставлю его на одну позицию выше от вот этого вот кабеля понятно что как бы там детали и ширины всего этого мне не принесло думаю ну немного не моё вот ну как как-то вроде симпатичнее чем рад сильвер звучит вот это же самое беру планары на секундочку thing hi-fi p1 плюс начинаю слушать и примерно та же картинка вырисовывается на том же мнение опять-таки объем насыщенность вроде как чувствуется прям реверверации точнее стали в че прорезалась а просто здесь очень очень хорошо свечи им прямо они прорежут наверное любую мглу любое сгущение вот потому что не здесь про проработаны там очень очень сильно я думаю что вот в это время когда он сейчас смотрите обзор на этот кабель я как раз взялся за подготовку обзора на тин хайпай p1 плюс откладывал я все это дело откладывал вот потому что наушники мои виталий подарил них из города клайпеды кстати как и вот и вот эти вот меру то есть вообще на рождение сына мне подарил вот много классных наушников ну не знаю и эти крутые эти не могу сказать какие там из них лучше вот ну именно реально крутящие наушники что-то по-своему каждый из них вот и вроде детальки прорезались и и ставлю вот этот вот кабель и red silver и как-то такое чуть спала мощь детали осталось вроде стало шире но осталось какое-то чувство вот не хвата ну думаю ладно и уже когда беру по 9 от фио ну я все понимаю я понимаю что раз ставлю слушаю начинаю на вот этом вот слушать а а потом переставляю вот тут тут все понятно тут ширина детали передача и обертонов и все ну как бы чуть на отдалении и ну панорама когда перед вами все происходит когда вы все видите все понимаете а это же кабеля немножко мощнее не ближе и на ну как бы на полисти так звучат и я такой как бы после этого ставлю вот этот и такой раз и все ясно вот здесь шире больше деталей больше внимания обертонам то есть детальности обертонов выходит с этим кабелем а с этим более как-то сглажена более объемно я когда делал обзор если вот сейчас посмотрите на вот этот вот silver red то мне показалось что он такой как бы знаете натуральная истинная мяч сгустила мне все как деталей стало меньше вроде как пики там какие-то сгладила там насыпучести вы че повлияло чуть меньше и и стала вот такой еще действительно вот ощущается такая добротная хорошая медяха вот вот этот кабель тоже так вот ощущается то есть такой более более мягкий более мелодичный более такой вот музыкальный я думаю одну вот он такой вроде как гибрид а на самом деле звучит как медяха и мне это было густо мне это было много сейчас пробую вот этот и понимаю что вот тут вообще как бы все светло все светло все широко и панорамно здесь до фишка этого кабеля объем напор мощь вы че как-то кучноватенько становятся здесь сразу почувствовалась ну то есть ширина между вы че детальность подчеркнулась лучше шлейфы затухания лучше проработались моментально вот стало ясно ну думаю понятно и перехожу проверять на фио q3 все что вот понял на фа 9 и прихожу к абсолютно вот фио q3 сразу мне раскрыл что на мере что на p1 плюс один хай фай вот раскрыл мне этот момент итак друзья останавливаемся на том опять таки вам нужна мощь вам нужен драйв вот вам нужен напор берете вот этот капель вам нужно что-то среднее чтобы и чуть-чуть детали и чуть-чуть напора и чуть-чуть драйва вот ну вот сюда ну а это понятное дело ширина это понятное дело панорама и детальность итак какое же место я дам нашей морской волне видите я поначалу как бы папа сомневался немножечко думал вот он будет все-таки обходит вот этот вот кабель но не вот он идет прямо следом за ним ноздря в ноздрю но это лежит в том случае если вам не сильно нужна детальность а именно мощь напор и объем то мы берем вот эту вот морскую вам знать это больше такая штормовая морская волна которая вот ну такая даже еще не цунами ну уже такой шторм крепкий но еще в котором можно и поплавать если рядом камней конечно нету на песчаном пляже попытаться побарахтаться в волнах не не заплывая очень сильно далеко ни в коем случае не утонуть такой вот крепкий что мне 9-ти больные еще может быть такой 5 6 бак по шкале виктора да вот и поэтому я его поставлю сразу вот как бы в хвост вот этому вот 16 жильному кабелю это будет 14 место вот дальше идут кабеля откровенно честно говоря попроще вот поэтому вот так все друзья с этим я с вами поделился выслушал пойду разбираться сало аудио вот честно я его еще не слушал вот на секундочку но уже как как-то мне я слушал вернее ну там в магазине эра энд эр там супер мунами слушал как бы потом на свой кабель переходил помню что на каком-то своем не не очень понравилось а на каком-то лучше чем на вот она это мало аудио но вот глядя на него хочется сказать что я больших каких-то откровений не жду даже наоборот у меня такая вот к нему пренебрежительное скажем так отношения но понятно что он старенький тут затертый еще зелень по выступала которая кстати тоже может повлиять на звук и не так хорошо уже пропускать электронный как как бы ну как когда проводник без вот этого вот окисления без этого налета вот но все же пошел я заниматься сейчас в следующем ролике через пару недель через неделю не знаю как он выйдет вы уже это узнаете а я узнал это буквально через полчаса где-то через 40 минут примусь за то чтобы это дело сравнивать